всем. Возможно, не каждый фанат знает о существовании такого эксклюзивного и равного на данный момент контроллера, как Resident Evil Gamepad или Biohazard Gamepad. Вот у меня сейчас он есть. У него крок, как у пистолета, это очень хорошо. И главная фишка того, что у него крестовина абсолютно другая, нежели как у PlayStation Gamepad. То есть, если нажимаешь, допустим, влево или вправо, то вот эта вот крестовина так и двигается, влево или вправо. Вот. Или вверх и вниз. То же, они не связаны, не вся крестовина друг с другом связана, как у PlayStation Gamepad. А то, допустим, влево или вправо они вместе работают. Или вверх-вниз. Это хорошо. Вот. Ладно, ещё. Ну, на самом деле, фишка такая, чисто поваловаться. Вот эти вот кнопки R1, R1, R2, R2. Их вывели сюда. Ну, то есть предметы. Вот в первой части предметы крутить. Там вовсов, обзоры. Вот. Ну, кому-то может удобно будет, не знаю. Ну, так чисто побаловаться. А вот, и что хорошо, что стрелять как из пистолета. Вот. Нажимаешь R1 и курком стреляешь. Это удобно. Рукоятка как у пистолета. Очень хорошо. В принципе, тут вот есть переключатель турбо. Турбо кнопка. Ну, держишь, стреляешь. Не знаю. Это, на самом деле, очень ненужная функция. Потому что стреляешь так же точно, как и сам выстрелял. Нажимаю кнопку. Когда сам бегаешь с включенной этой функцией, там затыки получаются. Ну, не поиграть так. То есть турбо функция здесь вообще не нужна абсолютно. Так, в общем, геймпад очень хороший. В общем, чисто в резидент играть очень-очень прикольно будет. Ну, так, в общем, обычный геймпад, по идее. У меня все кнопки хорошо нажимаются. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!